здравствуйте друзья здесь демитков юрий меня очень часто спрашивают подписчики об одном и том же какие-то вот но простые вопросы я еще раз сейчас хочу вот ответить всем на некоторые вопросы которые чаще всего встречаются например но самые интересные вопросы меня часто просят а познакомьте меня пожалуйста со своим брокером как его зовут и так далее вот вот такие вопросы бывают есть еще вопросы но почему я выбрал именно брокера открытие брокерский дом открытия почему я считаю что брокер это намного надежнее чем банковский вклад чем банк что будет с деньгами которые значит мы храним на лицевом счете брокера где мы его храним не может ли брокер умыкнуть наши деньги вот и меня еще часто просят а посмотрите пожалуйста я нашел значит такую компанию fx forex там какой-то или trade forex вот посмотрите пожалуйста что это за брокер потому что как-то подозрительно он много обещает и так далее и так далее и так далее вот но друзья мои эти вопросы но во первых я неоднократно рассказывал в своих видео а вторых но эти вопросы показывают что огромное число людей абсолютно ничего не понимают скажем в том что такое брокер что такое дилер например что такое форекс что такое биржа и именно поэтому именно для таких людей я веду курс биржа для чайника только-только вот начался сейчас новый курс биржа для чайника прошли два занятия на каждом занятии каждое занятие проходит два часа в течение двух часов я как раз вот именно эти и объясняю что такое брокер чем он отличается от дилера как найти отличие брокер сказать это брокер нормальный брокер или это на черте кто вообще значит там сбоку бантик из форекса понимаете я всегда и всем говорю что на форекс не лезьте на форексе вы потеряете деньги а вот у брокера потерять практически нереально потому что если вы инвестируете без плеча в акции то в общем сказать найдите пожалуйста компанию например ну сказать их сколько там пять-десять компаний например да вот вы возьмете да и самые известные компании например да и какие из них упали в цене найдите пожалуйста вот у нас была вот только что дискуссия мне сказали да была такая компания юкос например да вот я еще напомнил что была такая компания трансаэро но это ж надо ухитриться вложить в компанию держать там деньги когда идут судебные издержки наверное не стоит хотя в общем сказать чем черт не шутит я в свое время но когда вложился в систему неожиданно совершенно на евтушенкова да дело открыли там да это было вот но я же не только в систему вложился есть такие ну как бы много компаний были в пакете сказать и другие компании которые выросли заметно и в общем весь портфель диверсификации от наше всего мы знаем что портфель при этом вырос тем не менее и если пользоваться ну нормально грамотно если анализировать ситуацию на рынке то конечно портфель будет расти а не падать вот и чем пользуются какие ресурсы что надо на что обращать внимание об этом я тоже рассказываю на курсе биржа для чайника вот и сейчас например вот я рассказываю почему этот брокерский счет вот на такой надежный да я об этом рассказывал на первом занятии там потому что ну брокер не имеет доступа вообще к нашим физически не имеет и и брокер все брокер во первых это организация отвечаю это компания которая имеет лицензию которая находится под контролем у центробанка под контролем у биржи и который не имеет доступа к нашим деньгам и все операции которые он совершает по нашему поручению он совершает сначала на наши деньги блокируя при этом ну от вывода наши деньги чтобы мы их не вывели но совершает он эти сделки на свои деньги а потом когда сделка завершена по нашему поручению соответственно брокер разблокирует эти деньги и значит во исполнении этой сделки снимает с нашего лицевого счета здесь нормально брокер не имеет физического доступа в отличие от форекс дилеров к нашим деньгам во первых а вторых все строго-строго контролируется и центробанком и биржей и я об этом тоже рассказываю как это контролируется там жесточайший контроль не дай бог одна операция какая-то выскочит и не дойдет до клиента это будет скандал понимаете сразу все запищит там вот чем отличается брокер от дилера и список всех брокеров я рассказываю как найти где найти список всех брокеров на бирже вот на первом занятии рассказывал если кому надо я готов скинуть запись первого занятия пожалуйста вот и второго тем более потому что на втором было более интересно как вводить деньги как выводить как комиссии какие-никакие как не заплатить 20 долларов комиссию и не напороться при вводе выводе валюты я тоже об этом рассказывал и много таких вещей о которых на которых вы можете потерять деньги я об этом во всем рассказываю у меня спрашивают еще рассказываю ли я про стратегии и какую стратегию я предлагаю так вот друзья я рассказываю про разные стратегии которые существуют но я абсолютно убежден что у каждого должна быть именно своя стратегия поэтому я рассказываю я знакомлю людей кто-то зарабатывает так кто-то так кто-то так кто-то так все зависит от того какой какой степени рисковый для себя допускаете, какую доходность вы хотите при этом получить. И наоборот, какую доходность вы хотите получить, на какой риск вы готовы ради этого идти, например. То есть, если есть люди, которые не готовы идти на риск, пожалуйста, вот вам стратегия, покупайте структурные продукты с защитой капитала. Вы ничего не потеряете, друзья мои. Ничего. Вообще ничего. Если вы боитесь кратковременного падения рынка, покупайте ноты, пожалуйста. Я вам об этом рассказываю. Если... Вы хотите заработать много, очень много, 30% в месяц, скажем, пожалуйста, для вас скальпинг. Но учтите, что риски огромны. Вот. Опционные стратегии тоже я рассказываю. Там тоже риски есть. Я рассказываю, в чем риски. На опционах можно потерять все. Я рассказываю, ребята, не делайте с опционами ничего. Не надо туда лезть. А начинаем мы, значит, как бы рекомендую я начинать с... Мы на котиках тренируемся, да? На облигациях. Сначала на ОФЗ, потому что там вообще нельзя потерять. Потому что ее нельзя поставить в шорт даже, потому что это невозможно. То есть, они запрещены для операции шорт, понимаете? То есть, ну, нельзя потерять. Даже если вы ошибетесь, вот вообще не туда нажмали, нажали кнопку, ну, не ошибетесь. Если вы случайно ее купили, ну, подождите, немножко она вырастет. Вот. Потом я рассказываю про корпоративные облигации, потом про акции, потом уже про фьючерсы и опционы. Я рассказываю про инструменты технического анализа, которые помогают нам зарабатывать деньги. И я вас уверяю, никто лучше меня об этом не расскажет. Потому что, ну, я смотрел просто. Я знаю. Я знаю, как рассказывать. И я умею это делать. Вот. Это уж точно. Вот. И я не рекомендую вам залезать с огромными суммами, с большими. Я вам рекомендую начинать с 50 тысяч рублей, например. Да, если вы полный чайник, не надо. Вы попробуйте вот это. Если вы хотите вложить туда, там, скажем, 400 тысяч или миллион рублей, то, пожалуйста, значит, вкладывайте эти деньги, говорю я, в самые-самые надежные инструменты, чтобы ничего не потерять. А маленькую часть вы можете, значит, там тренироваться на котиках. Вот. Вкратце то, о чем я говорю. Надеюсь, что я ответил на большую часть вопросов. Ну, а насчет курса сейчас еще можно туда влезть. Меня спрашивали еще, значит, когда будет следующий курс и когда последние сроки оплаты. На самом деле, можно еще влезть, потому что только два занятия прошло. Завтра будет третье занятие в субботу. Занятие происходит в понедельник, среда, суббота в 17 часов, по два часа каждая. Примерно полтора месяца там материал рассчитан. Уже просто я проводил это дело не раз. Можно предыдущие курсы в записи. Они принципиально сильно не отличаются. Просто чем отличается живой от заочного вариант? Тем, что в живом варианте мы с вами можем общаться, общаться с вами прямо вживую. Там у меня каждый день на каждом занятии есть как бы такой вот, ну, часть занятия посвящена вопросам-ответам, где мы просто каждый человек имеет возможность задать вопросы прямо голосом, вживую. Вот прямо по ходу можно задавать вопросы. Это живой. А на заочном понятно, что там приглашение в чат, и в чате вы тоже можете задавать вопросы. Там очень хорошая атмосфера царит, все друг друга помогают. Ну, а если кто-то злобствует, то я этого человека посылаю в бан. Вот. Ну, или предупреждаю сначала, потому что там, ну, недопустимо всякая злоба, потому что мне это не нравится. Вот. Поэтому вот такое дело. Пожалуйста, если вы абсолютный чайник, если у вас такие вопросы, и вы хотите начать на фондовом рынке, я вам точно могу сказать, что курс биржа для чайников это самое лучшее для вас решение. Подключайтесь. Ссылочку вы найдете снизу. До встречи. С вами был Демятков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok